Всем привет! Начнем, пожалуй. Меня зовут Александр Леонов. И сегодня я хотел поговорить про базы уязвимостей и про эволюцию средств анализа защищенностей, так как я ее вижу. Коротко о себе. Я работаю в компании Mail.ru Group. И у меня есть бложек avaleonov.com. Заходите, ставьте лайки. Ну, прежде чем говорить о базах уязвимостей, стоит сказать, что вообще говоря, уязвимость – это просто ошибка. Ошибка программного обеспечения, которая позволяет хацкерам делать всякие прикольные вещи. И обычно вендоры программного обеспечения, разработчики пишут об этих уязвимостях у себя на сайтах. Сайтов много, продуктов много, вендоров много. И если вендор хорошо, правильно подходит к процессу учета этих уязвимостей, он обычно обращается в Mitra Corporation и говорит, вот у меня такая уязвимость нашли, заведите-ка мне CVE. И после этого можно использовать этот CVE-шный идентификатор для того, чтобы как-то вот эту уязвимость обозначать. То есть не просто там очередная RCE в Firefox, а вот CVE 2017 и там номер, номер, номер. И можно будет на эту CVE-шку ссылаться, соответственно, в базах сплойтов, в базах неважно чего, в каких-то средствах массовой информации, публикациях. Серты будут писать о том, какая это очень важная уязвимость, обратите внимание. И, собственно, а что делать обычному пользователю, обычному там security-аналитику, которому нужно защищать собственную компанию свою. Ну, получается, нужно каким-то образом всю эту информацию собирать. Написать 100-500 парсеров, которые будут работать с этими источниками, как-то складывать их в базу и как-то написать скрипты, которые с этим всем смогут работать. Ну, и если есть такая потребность у людей, значит, обязательно будут коммерческие предложения, которые эту потребность удовлетворяют. И они есть. То те же самые, собственно, парсеры собирают, раскладывают и дают доступ обычным пользователям. И более того, да, то есть когда вендор приходит к клиенту и говорит, что вам надо для того, чтобы с нашей базой удобно работать. Они говорят, ну, давайте сделайте нам поисковый интерфейс, как в Гугле, и чтобы он с ключевыми словами там работал. Они говорят, окей, получается поисковая система по уязвимостям. Потом они говорят, ну, вот просто искать уязвимости вручную, это как-то не очень круто каждый раз. Давайте, чтобы мы один раз забили поисковый запрос, а результаты, чтобы сами там на почту падали или там в бот. Окей, вот появляются сервисы с нотификацией. Потом пользователь может сказать, она вообще не особо понятна, а что нам интересно. Вот давайте вы нам показываете просто критичные вещи сами. Вот. Ну и получается vulnerability intelligence сервисы, а что бы это ни значило на самом деле, чтобы они как бы, чтобы за этими фразами не скрываются. Ну и, в принципе, эти же самые результаты неплохо было бы каким-то образом автоматически стыковать с теми системами, которые в компании уже развернуты, с EM-ами там, например. Вот. И поэтому базы уязвимости обзаводятся IP-шечками, через которые с ними можно работать. Собственно, базы уязвимости много. Я пользуюсь волнерсом, например. Потому что вот внизу приведены вот эти базы уязвимости. Я пользуюсь волнерсом. Почему? Потому что там много объектов самых разнообразных. И потому что там все по большей части бесплатно. Практически все бесплатно. Можно всю базу через IP-шечку вытащить, и это бесплатно. Вот. Но можно пойти дальше. Как, собственно, дальше вся эта история развивается? Пользователь может прийти к вендору, разработчику этой базы уязвимости, сказать, в принципе, нам бы хотелось не просто видеть эти уязвимости, но видеть уязвимости, которые именно к нам относятся. И поэтому вендор чешет репу и говорит, ну, окей, для части уязвимости я напишу правила детекта, сделаю транспорты, которые там смогут ходить на хосты или там баннеры дергать с хоста и с помощью этого как-то детектировать уязвимости. Ну, появляются сканеры уязвимости. Окей. Навешиваем сверху дашборды, навешиваем сверху системы управления задачами, таст трекер. Вот, получается, системы vulnerability management, которых тоже видимо-невидимо. Каким-то образом учитываем ассеты в нашей организации, какие из них критичные, какие некритичные, какие уязвимости реально эксплуатируются, какие нет. И получаем что-то вроде риск-менеджмента или менеджмента угроз. Но нельзя забывать, что все-таки в основном это база уязвимости. И когда выбираете решение, да, можно там смотреть на то, какие там сверху там дашбордики навешаны и все остальное. Но в основном задача-то какая, да? Задача такая, чтобы в базе уязвимости были как можно больше уязвимости. И нужно смотреть, что там есть, а главное, чего там нет и почему. Если вот эта вот база уязвимости может автоматически что-то детектить, нужно смотреть, что она может автоматически детектить, и что нет, и почему нет. Если она может что-то автоматически детектить, как вот эти правила детекта, с какой задержкой появляются в системе. Вот. Собственно, основная задача секьюрити-аналитика в компании в чем состоит? Узнать, что нужно следующее латать. Вот. И в принципе эту задачу можно решать и без там сканера уязвимостей, а просто на рассылках уязвимостей, приходящих из какой-то базы. То есть идея там такая, что сначала мы там реагируем только на те уязвимости, на которых все на хабре пишут, например. Потом мы начинаем подписываться на все-все-все уязвимости. Офигеваем от их количества, понимаем, что нам столько не нужно. Начинаем выяснять, что у нас в компании реально используется, и подписываться на уязвимости, которые реально у нас используются. И, наконец, на следующем стадии взросления можем перейти к тому, чтобы автоматически валидировать применимость вот этих уязвимостей в нашей инфраструктуре. Ну вот в качестве примера таких рассылок, можно пример телеграммной рассылки Валнерса привести. То есть здесь я подписался на все уязвимости OpenSSH, которые появляются, начиная там с какой-то даты. Это дата, например, когда мы раскатали обновление для OpenSSH. Соответственно, все уязвимости, которые новые появляются, они наши. Их нужно патчить. И эта штуковина будет работать даже тогда, когда обычный сканер уязвимости не работает. А когда он не работает, когда мы же там собрали что-то руками, и у нас там версия пакета не та, или вообще там пакета нет, и сканер это не видит. Собственно, вот в таком виде приходят результаты. Можно тыкнуть и перейти на описание этой уязвимости. Следующий большой вопрос – это а как отделить зерна от плевел, агнусов, от козлищ и важное от неважного. Вот как очередной ванокрай, когда придет, как это отследить в общем потоке уязвимости. Можно реагировать только на те уязвимости, которые на хабре появляются, какие-то хайповые. Но с этим достаточно сложно. Почему? Потому что, в принципе, нарисовать логотипчик и придумать зазвонкое имя для уязвимости не так сложно. И пока нету каких-то технических деталей, непонятно, она критичная или не критичная. Вот бедлог вроде говорили, что критичная, оказалось не очень. По CVSS как-то тоже. Потому что CVSS – это опросник. Ты в опроснике тыкаешь, получаешь такой-то вектор и такой-то base score. Все люди могут как-то ошибаться и какую-то другую логику использовать. Например, для Hardblit того же. В NVD NIST посчитал, что должен быть вектор вот такой. CVSS. А Tenoble считает, что вот другое. Там конфиденциалити импакт и интегрити импакт другой в Tenoble и посчитали. И критичность, соответственно, от этого совершенно другая получилась. И CVSS 3 тоже на самом деле не особо помогает вот в таких вопросах. В общем, какая была идея? А давайте мы будем смотреть на ссылки, на какие объекты связаны с уязвимостью. И исходя из этого, будем каким-то образом оценивать ее критичность. И получаем… Я сделал две величины, две метрики. Это опасность и актуальность. Опасность зависит от CVSS-ного скорого, от того, есть ли публичные эксплуаты, используются ли малварями. И, в общем, характеризует интерес потенциального злоумышленника к этой уязвимости. А актуальность зависит от того, сколько внимания этой уязвимости уделяется. Причем всеми участниками процесса. И средствами массы информации, и вендорами, которые патчи выпускают, и вендоры, которые средства анализа защищенности делают, всеми. И если есть две такие метрики, можно построить квадранты. Вот как у маркетологов. И, понятно, в правом верхнем углу будут самые такие лидирующие угрозы, а в левом нижнем углу будут рутинные какие-то уязвимости. И в каждый момент времени можно посмотреть, какие объекты связаны с уязвимостью. И вот у нее будет меняться положение ее в этих наших квадрантах. Ну вот, например, как хардблит. Был когда-то лидирующий угрозой, а потом потихонечку-потихонечку опускается в рутинную, становится рутинной уязвимостью. Вот Ванакрай. Ну, собственно, не Ванакрай, а СМБшная уязвимость. Что мы про нее можем сказать? Что она вообще была не очень-то как бы критичная, потому что, ну что, сразу для этой уязвимости был доступен патч практически с первого дня. Взяли, накатили. Но вот здесь хорошо видно, когда вот сейчас показывается март, а когда будет май, то вот это вот медийное безумие вот последних двух недель, когда вот все-все-все написали право на Крае и пошла вот эта вот эпидемия. И вот хорошо здесь видно. Можно же построить прям для всех уязвимостей. Вот я взял за последний год все уязвимости, там 3,5 тысячи, и построил с начала года их динамику. Но чтобы они там внизу не скапливались, я их периодически келяю, вот если они больше 10 дней там сидят. Можно здесь выделить группы, вот это вот RCEшки в продуктах Apple. Ну, медийное внимание привлекают, естественно. А есть уязвимости, которые, ну, в тех продуктах, которые, где постоянно находят уязвимости, да, там в микрософтовском браузере и там в CMS-ках популярных. Они тоже эксплуатируемые, они тоже опасные, но внимания не привлекают и опускаются обычно из квадранта Local Disaster, то есть локальное бедствие, опускаются вниз в Daily Routine, практически не особо замеченные. И я уже говорил, что я внизу там убирал эти уязвимости, которые слишком долго задерживаются в нижнем квадранте. Если я их не буду убирать, то вот ситуация примерно вот такая. Это то, что вот, собственно, в инфраструктуре, если ее долго не пачить. Но идея такая, чтобы пачить из господа, а то будет как-то вот так, завалит как в золотой антилопе. Вот. Ну, в общем, такой вот инструментик для приоритизации какой-то уязвимости. Есть свои плюсы, свои минусы. Основной минус в том, что, собственно, метрику, как вы ее построите, какие весовые коэффициенты выберете и что вы учтете, то, собственно, и будете такую картину и получать. Вот. Но если одинаковые критерии использовать для всех уязвимостей, то картина, в принципе, будет… Вот общая картина, она не сильно меняется. Вот. Спасибо за внимание. Вот. Пишите, звоните. А вот такой вопрос. А что за RCE под iOS или под Mac? Можно отмотать. Что это? Там было такое громкое 2017-2020. Что-то я, честно, вот свяжу. Причем, смотри, они там были сразу и для iOS, и для часов, и для всего. Я знаю, там трехшаговка была. Сначала типа видео, потом повышение прав, и потом rootkit. Вот они как CVE-шки назывались, как RCE, поэтому я их обозвал. RCE просто не помню такую. Надо уточнить. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Вот вчера был доклад, по-моему, из куратора человек показывал, что уязвимость Joomla в Zero Day была проэксплуатирована впервые спустя 24 часа, а через 36 часов уже пошли автоматические сканы ботнет-сетей на эту уязвимость. То есть получается, что у вас все свалится в daily routine в основном за счет того, что там есть старение, а на самом деле еще какой-то показатель нужен, чтобы скорость реакции отражать. Потому что если уязвимость уже пошла в ботнет-сетях, а на нее еще патча нет, ну на это надо обращать внимание. Ну, абсолютно согласен. В принципе, я вот как показывал, от чего оно зависит. В принципе, здесь увеличиваешь количество факторов, получаешь более объективную оценку. Если учесть Threat Intelligence, фиды, то будет вообще хорошо. Давайте публично доступную информацию, давайте делать эту информацию публичной, и наши общие оценки будут лучше. Спасибо. 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 Спасибо.